В общем, не конкурс высоты. Здесь забивать надо. Ну а сейчас что Сбилис делает? Довел мяч до Фурада. Глушаков, Тина Коста поучаствовали. И теперь Камбаров. Рядом Яковлев. Хорошая комбинация. Камбаров, подача, удар и гол! Юра Бовсисян! Стандартный, можно сказать, свой гол забивает. Во втором матче подряд головой после навеса с фланга. Очень здорово Юра играет на опережение. Вот это потрясающая игра форварда, которая коснулся мяча, по-моему, третий или четвертый раз. Он настолько заряжен на голевой момент, что судить по какому-то другому параметру его КПД совершенно нельзя. А это была шикарная подача. Хурада удар в одно касание в лед. Ход разбилися в подставленных, голова соперника. И мяч снова выше ворот идет. И еще один угловой. Тина Коста и Хурада у мяча разыгрывают мяч. Спартаковцы Хурада. Пас на Макеева. Макеев в штрафную мягко. Мавсисян! Гол! Дожали! В первом тайме, но чувствовалось, чувствовалось, что вот-вот все-таки оборона Томи должна дрогнуть. Хороший пас Макеева. И Юра Мавсисян сравнивает счет в первом тайме. Мы будем откровенно на свой гол. Спартак, конечно же, за эти 45 минут плюс 3 компенсированных наиграл. Абсолютно равная. Честная игра. Фэрплей. Хусей Мануэль Хурада с мячом бежит вперед. Его преследует двое швейцарцев. В конце концов Хурада остановился. Сделал передачу поперек поля. Неплохое включение Чельстрюма и передачи. И Мавсисян! И удар по воротовый гол! Гол, который не отменяется. Схватить мяч и тащить его на центр! Это делает Ким Чельстрюм! Юра Мавсисян высидел на лавке. Что-то все-таки такое, да? Остался он неспроста сегодня, наверное. Один гол забил. Не засчитали, а вот этот трактором не доставь. Здесь и комбинация была хороша, между прочим. В одну касание так лихо и бодренько. Алина Костя, спорта коскал, führt 1-0 Варкан Лениан не вступает, Тино не может подвешать, но он не влажен, и 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 не влажен. Боря Нам не перепутал ли он ворота. Максисян успел. И бьет. Ох ты! Вот это Максисян! Он просто максиселен! Сумасшедший удар! И вы заметьте, он заранее это все придумал, да? Побежали партнеры вперед, все ждали передачи и защитники убежали. Ему всегда остался один. И как исполнил. Подработал, положил и натива. С кисочкой без... Ну... Трудно понять, было ли там какое-то акцентированное движение ногой у Балякина. Но, в общем, до мяча-то он не добрался. И что, Юра Максисян сам... Сам будет исполнять. Разбег, Веремко и мяч в разных углах. 2-0. 2-0 в пользу московского Спартака. Ударное начало. Ну, Юра Максисян сам создал этот эпизод, поэтому есть какой-то скрытый смысл, наверное, в том, что именно он пошел бить пенальти. Там сбегал раньше времени самарский игрок. На повторе это отлично видно. Это, по-моему, отжинжал был. Он чуть ли не до середины штрафной площади. Пытался избежать. Вот смотрите. Раз. И выставлен нога. На что? Вместо мяча. На что это, Юра? Ну, я говорю, неловкость. Неловкость в исполнял Ракетску. Да, действительно, подножка. Не спорю. Сейчас все ясно. Но это техническая, скажем так, ошибка Ракетску. Сам Максисян будет бить. Хорошая парочка Тихонов-Карпин. Но мы на поле возвращаемся. Удар! Первый гол! Спартака на объединенном турнире все-таки забивает центральный нападающий. Тот, кому положено забивать Юра Максисян. Есть первый гол Спартака в новом футбольном году, скажем так. Хотя Уфе Спартак забил в первом контроленном матче этого сезона. Матч проходил 23 июня. И мяч забил Бакетти с пенальти тоже. Так что Спартак пока с игры еще не забивал. Я, кстати, не очень. Все это следствие того, что Тикань очень далеко выходит из этих самых ворот. И попробовал, так проверил его Дмитрий Белоруков, который совершенно неожиданно включился в атаку. Сейчас идет с поля Кеоргий Пеев. И вместо него выйдет Владимир Скамеш. Фамилия которого вызвала у меня некоторые затруднения в начале репортажа. Опа! 2-0! 2-0! Юра Максисян все-таки сделал свое дело. Это не к тому, что он может уже уходить. Это к тому, что он очень настырно сегодня атаковал ворота соперников. Несколько раз не везло. Но вот теперь это самый гол пришел. Ну и приятно, приятно, что вся команда отмечает взятие ворот. Кроме, по-моему, Кариоки, который не побежал в эту кучу игроков. Более прочесать и добраться до чужих ворот, я думаю, все прекрасно знают и помнят. Один из знаменитых голок первого круга, первой части нашего чемпионата. Это гол Аилтона в ворота Зенита в Санкт-Петербурге в гостях. Кстати, вот игроки Терека забивают красивые мячи. Самым красивым признан дальний удар Мартина Ирана. Когда сейчас Дзюба разворачивается опасно. Гу! Гу! Спартак открывает счет. И это делает Юра Мавсисян. Вот такое вот приобретение у Спартака. Он забил три мяча в двух последних контрольных матчах. Я бы сказал, что и Дзюба здесь сыграл в своем репертуаре. Мне посчастливилось первый матч Спартака комментировать в этом сезоне, в этом чемпионате. Тогда Спартак в Владикавказе забил на 13-й секунде. Забил центр форвард Эммануэль Аминики, который сейчас травмирован. Заработать угловой. Хура, да, ошибка в передаче вроде простой. Еще полшага, и Мавсисян уже врывался на оперативный простор. А там Дзюба с Арии ждали. А на левом краю Яченко разводят руками. И совершенно один находится. Он там уже где-то около секунд двадцати. Ох, здорово. Набрал скорость Арии. Перед этим жестко поставил ногу. Оставляет мяч партнеру. Удар по народу. И гол! И 2-0. Юра Мавсисян. Дубль за Спартак. Фантастический дебют. Я такого дебюта вообще не помню. В российском чемпионате. Феноменально. Полчаса. Два мяча. Причем каких разных. И как здорово. Сейчас прибавил Арии. Я беру свои слова обратно. Вот в том эпизоде с Яченко говорил о том, что не убежит никуда. Лучший бомбар. Мавсисяна. И в итоге, когда туда пришел финский защитник, в общем, эта контратака и была организована. По сути дела, эта помощь не помогла Яченко. Кариока. Налетел на соперника. Мавсисян получит мяч. Не будет выдергиваться на него. Оэла понимает, насколько это рискованно. Проигрывает финн. В скорости удар Мавсисяна. Гол! Гол! Юра Мавсисян. Фет-трик. В стартовом матче на Спартак. Потрясающе. Это и без того было уже совершенно феноменальным дебютом. Юра Мавсисян. Спартак. Как Москва. 12 голов в чемпионате России. Он скоро действительно забьется. Спартак больше, чем за Краснодар. Уже и Карпин, который обычно сдержанно даже радость свою проявляет, не может удержаться от широченной улыбки.